всем огромный привет сегодня съездила к свете света мне разрешила так сказать дала добро чтоб я собрала у нее крыжовник вот такое ведро большое я набрала собирала очень очень быстро где-то за час вот собрала целое ведро такой крыжовник крупный есть разные есть сильно спелы есть неспелы короче будем перебирать то что вот такие вот будем пускать на компот компот будем будем делать сливу сказал да крыжовник крыжовника я говорю слива о чем я думаю да устала после работы поехала вот собрала крыжовник вот такой красненький будем пускать на компот а вот этот зелененький на варенье может быть сделаю часть с киви варенье джем и часть делаю с апельсинами либо лимоном тоже говорят очень вкусно буду такое разнообразие делать да еще не взвесили но ведро очень долго тяжело это 9 литровое ведро 9 ведро же 9 метров давить 9 метров ведро по моему 9 литров сквозь я не ошибаюсь чуть чуть не хватило видите чуть чуть не дособирала ну почти полная так вот посмотрите на полная прям по линию так что будем заниматься заготовками наверное завтра уже все ничего делать не буду устала сегодня пельмешки купили пять пачек аж по хорошей цене по акции еще печенье купила в магазине и капусту у нас до сих пор нет капусту взяла и помидоры помидоры спеют но еще мало поэтому купила сегодня помидорки крыжовник моя любовь решила сегодня за голени в духовке в рукав я буду запекать вот картошка тыква кабачки здесь у меня голени приправа чеснок майонез все это дело перемешала отправила вот такой вот у нас рукав сделала ведь с двух сторон не стала крепить скреплять вот эта скрепка просто в узелок и сделала две дырочки не знаю боюсь я не делать и дырочки потому что кто-то говорит кто-то не делает я сделала два отверстия для выхода пары чтоб не лопнуло ничего стеклянной форме давно не запекала курочку вообще знаете уже забыла когда это было может прошлом году в последний раз сегодня будем кушать хотя на улице жарко жара но кушать все равно надо побольше салатика это все с картошечкой курочка думаю что это вообще вкусно соскучилась уже я конечно по такому девочки едут начала компот из крыжовника закрывать банки простерилизовала крыжовник положила сейчас залью кипятком накрою крышкой продержу минут 20 потом буду делать сироп на трехлитровую банку стакан сахара и потом только закатывать я всегда так делаю заливаю двухкратно получается так я буду уверенно за свои банки такой крыжовник вот эти вот веточки я не убирала пускай будет так начнешь убирать там просто до ночи будешь сидеть пол ведра крыжовника оставила из него будут делать варенье но надо в магазин за сахаром сгонять сахар закончился все подчистую сейчас надеюсь на компот хватит если не хватит придется прямо сейчас ехать тут корочка из духовки только что я разрезал пакетик выпустила пар стыковкой корочка запеклось проверила все мягенькая картошка мягкая такая приятно очень чесноком все готова просто но я удивилась откуда здесь на текло странно да хотя дырочки делала сверху на текло сбоку с этой стороны нет а с этой стороны текло сейчас обедать салатик только организую быстренько с помидорами огурцами такой у нас будет обед привет скажи куда пошли мы чё надо купить кто спит кошка дано как а давай поедем магазин спит ладно поехали девочки покажу вам сегодня свой заказ который забрала с вайлдберрис заказывала я и жанки зимний комбинезон такой вот комбинезончик у нас на зиму размер 98 сантиметров который на 3 и 4 года забрала на вайлдберрис хотите можете набрать торговая марка не искай не узкий внутри флиз получается утеплитель ну здесь вот а так он очень очень теплый здесь вот такая резиночка есть выглядит он недешево я решила все таки взять комбинезон сначала думала взять раздельно потом решила что мы как-то привыкли комбинезоном у нас розовый того красивый он уже довольно таки маленький он 90 сантиметров по моему 98 что в этом году будем вот в таком а еще что хотя он светоотражает ночью получается вот эти вот цветочки по моему они горят светоотражатели по моему как-то так называется вот айжанки понравился примерили мы с ней прямо там в пункте выдачи ну жарко конечно на улице и что у нас здесь не по нашему до 100 процентов полиэстер подкладочный материал подкладочный наполнитель полиэстер полиэстер все полиэстер короче еще сегодня купила банки 28 рублей полтора литровые не закручивающие не зови не звен завинтирующий скручивающий крышка с обычный вот по 28 рублей баночка здесь по 2 12 штук очень хорошо полтора литра не у нас объем мне будет очень удобно помидоры мариновать либо варенье туда короче красота вообще самый такой оптимальный объем даже я думаю для салатов полтора литра вообще красота мы любители вот это всего и салатов и варенье компотов поэтому полтора литра как и 3 литра самые хорошие объемы для нас крышку беру уже не в первый раз 150 рублей 50 штук вот такую марку не знаю обычно ассорти такие крышечки 50 штук 50 штук брала закончила были еще в запасе у меня 25 штук с прошлого или 30 штук кодом закончила в общей сложности на сегодняшний день я закрыла банок 75 и вот еще 50 банок закрою будет вообще красота так здесь у нас нектарины покушать взяла по 69 рублей всего лишь находки и здесь у нас 5 пачек сахара по килограмму 5 килограмм сахара 65 рублей сахар вот для заготовок девочки готовимся готовимся да так он потом начали привозить в магнит беру в первый раз мне нравится и беру села точнее вот два апельсина это для варенья варенье буду делать с киви и апельсином на зиму киви апельсин говорю да что я говорю с крыжовником и апельсином прошла позапрошлом году я делала из просто позапрошлом году я делала из крыжовника и киви сегодня по магазинам прошлось киви не нашла поэтому у нас будет крыжовник я наверно оставлю чуть-чуть чтоб еще из киви сделать здесь у меня пол ведра осталось сделала с киви еще половину а половину с апельсином ну и тот и тот вариант вкусный принцип один и тот же измельчаем все крыжовник измельчаем апельсин измельчаем килограмм на килограмм добавляем сахара кипятим один раз минут десять выключаем остужаем три часа повторно кипятим минут десять и по банкам рецепт простой легкий то же время все вкусно получается так а здесь у меня компоты 4 банки я сегодня закрыла из крыжовника вот такие баночки получаются цвет такой нежно нежно-розовый можно сказать горячий еще конечно лай я закрываю куты вы смотрите одной курткой на одной куртке они стоят на 2 куртка со второй куты вы и третья куртка еще короче до завтра до вечера еще будут так стоять так сейчас занимаюсь варенье разделила на две половины муж все-таки хочет чтобы я еще из киви сделала крыжовник потому что у нас крыжовника своего пока нет он еще у нас маленький растет плодов пока еще таких нет чтобы собирать да а так у нас три четыре три четыре саженца посажены уже так что если все будет хорошо по если даже с каждого по ведру же четыре ведра соберем на будущее а так вот здесь у нас крыжовник полтора килограмма взвесила я полтора килограмма крыжовника измельчила через измельчитель можно блендером можно измельчителем как хотите дальше добавил сюда 1 крупный апельсин и добавляю сюда сахара из-за счета на килограмм крыжовника килограмм сахара то здесь у меня будет полтора килограмма сахарного песка сейчас прям сразу добавляю и апельсин я тоже измельчила вместе с кожурой вместе с сердцевина с кожурой через измельчитель косточек не было поэтому просто помыла измельчила вот соединила две вот эти массы добавляю сюда полтора килограмма сахарного песка перемешиваю и довожу до кипения кипячу 5 минут 5-10 минут и выключаю обязательно следите чтобы не подгорела потому что крыжовник он такой вязкий и густеет очень быстро так про кипячу и сразу выключаю оставляю остывать где-то на часа два потом еще раз кипячу и в стерилизованные банки и закатываю это варенье у меня будет для разнообразия девочки потому что у меня другие варенье уже есть для разнообразия просто крыжовник я не хочу делать я хочу сделать два вида вот крыжовник апельсин и крыжовник киви крыжовник киви я уже делала я уже вам говорила очень вкусный приятный поэтому вот сегодня новиночка у нас такая будет тоже читаю отзывы говорят что очень вкусно полезно поэтому будем пробовать где мы сегодня фотографировались покажи нет я видел снимаю женчик у нас сегодня я ну сегодня несколько дней назад распустились георгины вот такие красивые да красивые не рви только нюхай только ночи красивые яблоки очень много падают смотрите сколько яблок завтра завтра надеюсь что я вам засниму огород что у нас растет что выросло что у нас есть уже что мы кушаем смотрите сколько яблок там яблоки здесь яблоки надо алмазу написать если хочет пускай приходит и собирает девочки варенье готово вот такое вот варенье получается из крыжовника и апельсина это уже после второго кипячения закладываю в стерилизованные банки что хотелось бы сказать оно еще густеет вот она постоит и станет еще гуще становится как джем как джем становится кипятил в общей сложности 20 минут по 10 минут каждый раз 10 минут кипятила выключала остужи остужала и кипятила второй раз вот такое варенье очень приятный аромат апельсина присутствует она не приторно-сладкая интересная очень так у меня фокус куда-то пропадает очень интересное варенье получается фокус пропадает вы меня извините пожалуйста хочу вам показать какое но но фокус куда-то пропадает нет не хочет фокусировать но да ладно вот так покажу вот так вкусное варенье рекомендую советую но вот наконец-таки фокус вот такое варенье вообще на фокус не нажимать ну все девочки получилось 5 баночек вот такого вот варенье только-только закрыла красота убираю наверное под шубку также но не не накрываю не на крышку ставлю просто так ставлю вот такая красота крыжовник еще осталось на завтра завтра варенье еще закроем тоже так же все делаем по этому же принципу тоже она быстро густеет чем мне нравится крыжовник тем что его не надо уваривать там долго долго да она моментально густеет вот в за два захода прям густое желе получилось вот даже в кастрюле посмотреть смотрите как густенько видите вообще густенько вот это осталось у нас на пробу все я думала выйдет все-таки шесть баночек ну нет получилось 5 на пробу 2 ложечки и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok